Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Дефицит рабочих в Нижегородской и Курганской областях. 189 нижегородских заводов и предприятий испытывают потребность в привлечении работников по востребованным специальностям. Об этом сообщает издание «Коммерсант Приволжье». Дефицит профессиональных кадров испытывает весь спектр нижегородской промышленности. От крупных предприятий вроде «Газа», завода имени Свердлова, «Гидромаша», авиазавода «Сокол», «Буревестника», «Нителла» до средних и малых производственных компаний в районах Нижегородской области. Правительство Нижегородской области также утвердило актуальный перечень востребованных профессий, должностей и специальностей. В нем 349 наименований по алфавиту – от автоэлектриков, аппаратчиков, арматурщиков и бригадиров до электросварщиков, электрослесарей и энергетиков. В начале декабря 2022 года заместитель губернатора Андрей Саносян оценил общий дефицит кадров нижегородской промышленности в пределах 12-15 тысяч человек. В Курганской области заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов заявил об улучшении ситуации с безработицей. Об этом сообщает сайт 45.ru. Чиновник отметил, что в последние годы созданы 7,5 тысяч новых рабочих мест, а безработица находится на минимальном уровне – чуть меньше 1%. Сейчас в области создаются еще 5 тысяч рабочих мест. Промышленность возрождается через сеть индустриальных парков. Зам губернатора также заявил, что за последнее время вырос гособоронзаказ. По предварительным подсчетам, только на предприятия оборонно-промышленного комплекса требуется 3700 новых работников. По профессиям это слесари, сборщики, электрогазосварщики, операторы станков ЧПУ. Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов добавил, что в Зауралье имеется порядка 10 тысяч вакансий. В Кургане, к примеру, на обрабатывающих производствах требуется около 3500 работников. У нас количество вакансий превышает количество безработных граждан в разы. Это говорит о серьезном росте нашей региональной экономики. Работы в Курганской области очень много. Она есть практически для каждого, отметил Ксенофонтов. Кажется, до буржуазных властей начинает доходить, что материальные блага создают рабочие, а не предпринимательская жилка и не рыночные реформы. И если надо срочно увеличить объем выпускаемой продукции, то без рабочих эту задачу никак не решить. Только вот за низкую зарплату они не пойдут работать. Во время проведения СВО, когда необходимо выполнять гособоронзаказ, надо не жадничать, а довести зарплату рабочих как минимум до 100 тысяч рублей, без учета сверхурочных работ. Тогда получится закрыть все вакансии и успешно выполнить поставленные задачи. Новости читал Александр Петров. С коммунистическим приветом из города Гомель, Республика Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok